Всем привет! Здесь играет Ларс и это продолжение нашей карьеры вокруг света в FM24. К экватору подходит наш второй сезон в третьем дивизионе G-лиги в команде Каматамары Сануки. После 14 туров занимаем вторую строчку с отрывом в одну очко от первой. Соответственно, имеем неплохие шансы на то, чтобы попытаться побороться за чемпионство, несмотря на то, что нас ждут максимум в середине турнирной таблицы. Но и сейчас руководство уже потихонечку думает о том, что может быть нам все-таки в плей-офф. Ну, может быть все-таки и в плей-офф, хотя я бы предпочел напрямую выйти лигой выше. Но еще больше я бы предпочел, чтобы руководство одобрило мне наконец-то обучение на новую лицензию, потому что, извините, с национальной лицензией С много не натренируешь. В общем-то, вот такие дела. Из кубков и забоев мы уже вылетели к этому моменту, поэтому можем сосредоточиться на чемпионате. И сегодня у нас программа такая, что, скорее всего, мы сегодня сыграем даже, наверное, не 4 матча, как обычно, а 3. Потому что скоро открывается трансферное окно. И перед открытием трансферного окна нам нужно четко понимать, кто нам в команде все еще нужен, а от кого в это трансферное окно нужно постараться избавиться. Ну и, соответственно, купить кого-то на замену. Либо просто подписать, потому что бюджетов у нас не так, чтобы много. Свободные агенты наш выбор. Ну, в общем, как всегда. На этом, я думаю, мы с вами сегодня и начнем. Но прежде чем мы перейдем, соответственно, к первому матчу против команды Нагана на выезде, можно потихонечку заряжать свои лайкометы, оставлять комментарии, подписываться на канал, если вы все еще этого не сделали. Ну и прожать колокольчик, чтобы следующую серию тоже не пропустить. Мы с вами начинаем. Как-то так складывается турнирная ситуация и, в принципе, наше положение в лиге, что теперь нас потихонечку практически в каждом матче считают, если не прям однозначными фаворитами, то скорее коэффициенты букмекерские сдвигаются в нашу сторону. С одной стороны приятно, с другой начинаешь понимать, что скоро, скорее всего, придется... Да, скоро, скорее всего. Хорошая тавтология. Придется взламывать довольно серьезные автобусы и переходить на более атакующие варианты, более наполненные впереди, что будет нести угрозу контратак со стороны соперника, если мы не взломаем их оборону. Но я думаю, на этот счет мы тоже что-нибудь придумаем. В конце концов, у нас была довольно хорошая подготовка к началу этого сезона. Мы определили для себя формации, в которых можем играть. И в целом, я думаю, что как минимум до конца сезона в этих формациях мы пробудем. А дальше посмотрим, либо нас возьмут в другую команду, либо у нас сменится набор игроков, и надо будет смотреть несколько глубже и шире. Ну, в общем, сами прекрасно понимаете, что вот такая вот у нас жизнь веселая. Состав к составу претензий особых нет, за исключением, как всегда, двух позиций. Это у нас Канай слева в обороне, которого там быть особо не должно. Сераиси или Кубо. Склоняюсь к Кубо, потому что у него выше средний рейтинг за последние пять матчей. Лучше форма. И вместо Кьёди Куцуны у нас выйдет кто? У нас там был, по-моему, Токахаси. Да, непонятно почему, сидящий вообще в резерве. Так, ну и в целом все остальное меня более чем устраивает. А-а-а, понятно. Вот почему Токахаси в резерве. Вернем Куцуну и давайте смотреть на атакующих игроков, у кого есть левая нога, либо, там, я не знаю, правые защитники, ну, точнее, левые защитники с левой же ногой, потому что нам нужен инсайт. Ну, во-первых, держим в уме Рена Сераиси, левый защитник с левой ногой, да. Укоямы правая нога, ну, практически у всех правая нога, на самом деле. Канайя тоже правша, Кусуми опорник, Миехара, по-моему, тоже правша, да. Кто еще у нас тут есть? Маса Сивада правша, да, он с левого фланга играет. Ракава, левый полузащитник с левой ногой, его, в принципе, можно справа использовать. И у него хорошая, кстати говоря, хорошая форма достаточно. Йосида правша, Касаи недовосстановился и тоже правша. Кахоси также правша, еще и ко всему травмированный. Морисиги травмирован, Танака, по-моему, тоже правша. Так, ну, давайте ради эксперимента мы себе можем плюс-минус позволить подобные вещи. У Сираиси рейтинг 6,7, у Ракавы 7,16, но, правда, он, конечно, его в дубле набирал, но, тем не менее, это не настолько важно. Вот, Кьёджи Куцуна сядет у нас в резерв, а Ракаву выпустим инсайдом. Посмотрим, что он на этой позиции сможет нам предложить. Поехали! Поехали! Так, не самая классическая расстановка у Нагану. 5-1-2-2, как ее именует FM, но, как по мне, 3-3-2-2 больше. Это напоминает. В любом случае... Прошу пардона. Легко нам точно не будет. Два полуавтобусных таких построения. Наши чуть более атакующие. У хозяев чуть менее. Цена одной ошибки будет достаточно высокой. Надеюсь, ее, допустим, первыми не мы. Поехали! Как всегда, мы в нашей стандартной сине-голубой форме. Но теперь я хотя бы могу вспомнить, что буквально не так давно мы в Белом все-таки уже играли. Правда, не вспомню, с каким счетом мы сыграли. Нао Ягути овладевает мячом после выноса. Обратно на Муруяму. Юки Вада. Хасыгава, который сегодня играет самого центрального из трех центральных защитников, потому что только-только восстановился от травмы. И активная атакующая работа для него будет немножко сложна. Сегодня. Так, ну вот догнал и почти перехватил, а полностью перехватить ума не хватило. У нашего игрока мяч. И в итоге Нагану в атаке. Сейчас будет дальний удар, скорее всего, или не дальний. И вот здесь Фабрисио на месте. Прыжок с ударом под перекладину. Такое вот. О, хорошо. Короткий розыгрыш прочитали. Тао вынес. Момент заигран. А мы тем временем поднимаемся на первую строчку в турнирной таблице, как нам услужливо подсказали. Поскольку, я так понимаю, в своем матче команда Кита Кьюсио, которая эту первую строчку занимала, начинает проигрывать. У нас же пока ничья. У нас же пока плюс одно очко. И за счет разницы забитых и пропущенных мы чуть выше. А сейчас мы имеем шанс эту разницу подправить. Ракава хорошо пробил. И это аут. Аут в нашу пользу был. Но, к сожалению, не самый опасный. Там и вратарь и перекладина поучаствовали в том, чтобы удар Ракавы отбить. Ну что ж, неплохо, неплохо. И, кстати, собственно, я выяснил, да, на FM накатился патч 4.2. Собственно, именно в этом патче содержались лица для японской лиги, которые вы можете лицезреть на текущий момент. Да. Первый тайм заканчивается, счет 0-0. И не сказать, чтобы он был не по игре. Шансов практически у команд не было. Как я и сказал, два полуоборонительных построения. На двоих 7 ударов по воротам друг друга. И всего 2 в створ. Неудивительно, что цифры такие. Ну и владение, собственно, напополам. 51 на 49. Сейчас будем думать, что поменять. На выезде при ничьей мотивируем. Потому что все-таки это выезд. Так. И давайте посмотрим, что у нас в тактике. У нас Аракава нервничает. И понятно, почему. Он сейчас будет заменен, кстати, вместе с Юта Мори. Потому что оба играют, не сказать, чтобы сильно хорошо. Ладно. Эксперимент с Аракавой немножко провалился. Хотя, надо признать, что его... Что то, как он вывалился на ворота и пробил, было довольно-таки неплохо. Поэтому мы продолжаем экспериментировать. И сейчас направо в атаку у нас выйдет... Нет, не Токаси Канаи, а Рен Сераиси. Он у нас выйдет сюда. Так. И вместо Юта Мори, вот вместо Юта Мори я могу выпустить Токаси Канаи. Потому что правоногий, родная оппозиция и все при нем. Да. Две замены придется делать в перерыве. Соответственно, у нас остаются всего две на второй тайм. Ну, в теории, как всегда, три, но мою практику вы уже прекрасно знаете. Последняя замена у нас держится на всякий пожарный. Поэтому, пока вот так. Сераиси подача со штрафного. Тао пробил и попытался добить. И все равно пока не получается. Но мяч все еще у нашей команды. Юки Вада налево. Снова Сераиси, Канаи, Кубо. А Сераиси к себе на фланг вернуться не хочет? Нет. Он как бы не здесь должен находиться. Канаи с мячом после не особо удачного прострела. И здесь еще один штрафной будет, к сожалению, видимо, не самый опасный. Ну, усилились, усилились немножечко. 60-я минута. И здесь уже требуются замены по физике, потому что у нас устал Тарамура. по оценкам замены не требуются, поэтому спокойно Тарамуру меняем на кого. Есть Нисимура, есть Кусуми. В принципе, более-менее одинаково. Собственно, почему бы и не Кусуми. Он достаточно хорош в этой позиции и в этой роли, поэтому да. можно сказать, усиливаем свою атакующую мощь, потому что Кусуми отлично к атакам подключается, иногда и передачи раздает, и все, что хотите. Но с точностью ударов по воротам надо действительно что-то делать. 15 минут до конца и у нас дилемма. На одну замену три кандидата. Ну, в теории нам важнее сейчас что нам сейчас важнее? Нам важнее так. А нет, явный кандидат только один. Муруяма просто плохо играет, Юки Вада просто устал, а у Кису Китао собственно комбо из того, что он играет хреново и да. Поэтому Нао Ягуте спустится вниз, на позицию центрального защитника он на ней играть умеет. Несмотря на то, что он тоже устал так-то. А вместо Тао я выпускаю Ниси Муру, нашего второго опорника, сидящего на лавке. Принимаем изменения и в принципе да, можем продолжать матч и надеяться на то, что у нас все-таки что-то получится. Муруяма совсем плохо на правой бровке играет. Но что-то он все-таки попытался исполнить. 5 минут до конца, 4 компенсированных видимо этот матч закончится с унылыми нулями на табло. Да? Да. Ну давайте смотреть насколько это оправдано. Статистика матча говорит о том, что мы якобы наиграли на гол, но посмотрим на статистику игроков и поймем, что на гол мы так и не наиграли. Замечтательно я бы сказал. ну к сожалению факты есть факты. Но точно так же на гол не наиграли и соперники. Поэтому в целом я бы сказал, что результат абсолютно справедливый. И если вдруг Китакюсю все-таки не исправили ситуацию в своем матче, то мы я так подозреваю выйдем сейчас на первое место. Ну посмотрим. несколько фактов перед домашней игрой с командой Гифу. Первое. Я пропустил момент, в котором у нас трансферное окно открывается и это будет не 1 июля, то есть не на следующий день после этого матча, а 15. То есть соответственно возможно мы сегодня успеем не только 4 матча отыграть, но и подвести итоги первого круга и в целом трансферной политики, так что вполне возможно, что эта серия выйдет гораздо дольше, чем обычно, то есть где-то минимум часа полтора. Это момент номер раз. Момент номер два в прошлом туре в параллельном матче команда Китакюсио все-таки выиграла, поэтому они оторвались от нас на 3 очка, а сейчас уже на 6, потому что свой матч этого тура они уже сыграли и тоже выиграли его, поэтому надо подтягиваться, нам с ними еще играть. И желательно играть с ними не тогда, когда желательно подойти к этому матчу с той разницей очков, которая легко нивелируется за один матч, а потом просто пытаться ее наращивать в случае победы. Это вот такие вот у нас планы. Что касается состава, что у нас тут творится. Во-первых, состав покинет Кису Китао, у него средняя оценка за последнее время 6,5, то есть человек явно не в форме, ему надо эту самую оценку исправлять, но пока он даже не пытается шевелиться в эту сторону. Коски Сайто у нас выйдет сюда. Пардон. Это первая замена. Вторая более-менее стандартная Канае Поле покидает вместо него О, Симакава что ли восстановился, но у него с физикой не очень, поэтому как всегда Сираиси и Кубо у нас тут. У Сираиси очень плохо со средней оценкой тоже, человек не в форме, поэтому единственная возможная замена Хидраки Кубо. Ну и так, Йодзи Куцуна как всегда здесь можно было наверное как раз Симакау выпустить, но опять же нога, усталость и все прочие радости жизни. Поэтому что будем делать, что будем делать, на самом деле мне понравился ход с Аракавой на правом фланге атаки более-менее. Тем более, что сейчас по сути это единственный вариант поставить туда Аракаву и не париться особо сильно. Да, вот теперь состав выглядит так, как мне нужно. Да, у Сайто конечно просадка по физике есть, но не такая серьезная, как у Симакау или Акахоси, которые сидят на лавке. И наконец-то более-менее радостная новость. Скоро будет доступен Йоске Мурисиге, нападающий, у которого есть все скиллы топового элитного защитника. Я все-таки попробую его заиграть. Да, ну как скоро, через минимум три недели, максимум семь, но в концовке сезона я думаю он нам пригодится. Да. Вот, теперь можно на матч отправляться. Ну вот, Гифу играет по более привычной для нас схеме 4-4-2. Будем надеяться, что здесь нам не придется ломать автобусы и смотреть на матч практически безопасных моментов. поехали. Тем более играем дома перед своими болельщиками и в целом посещалка ну судя по хотя бы центральной трибуне начинает потихоньку выравниваться. По крайней мере стадион чуть-чуть да наполняется. Правда до 30 тысяч все равно все еще довольно-таки далеко. так у нас тут угловой возле наших ворот вынос Маруямы хорош, но подбора нет. Прострел и добрый вечер. Перед пустым углом у нас чужой нападающий торчит. Это не очень хорошо. Это я бы даже сказал очень нехорошо. особенно в свете того, что прострел по такой линии в целом прошел. То есть ну как бы его уж прерывать надо. Там как минимум две ноги можно было подставить. Два человека с этим не справились и вот и с офсайдом тоже не справились. Могли бы хотя бы в офсайд его загнать я не знаю. Гифу продолжает атаковать точнее по крайней мере они держат мяч. Я не знаю что они сейчас придумают. Маруяма почти придумал перехват но почти не считается. Еще один прострел и Рита делает дубль за 15 минут. В принципе на этом можно перестраиваться на нашу вторую тактику потому что это уже ужас какой-то. Ну и давайте смотреть что мы будем делать. Так Аракава теперь займет более привычную позицию левого полузащитника поменявшись с моря. Вада Ягут и пара центральных Моруяма Куба пока остаются потому что сейчас замены делать в первые 15 минут не алло. Сайту опорником Терамура Хасыгава в атаке под Иналду. в принципе это более-менее нормальное сочетание. Да пусть так и остается просто фланги поменяем у собственно фланговых игроков. 0-2 горим на 15 минуте замечательно. Точнее как ничего замечательного я конечно в этом не вижу особенно с учетом того что чужой бомбардир раз за разом отрывается от наших защитников ну в простейших ситуациях тех которых наши защитники обязаны просто хоть что-то делать и кстати Юта Мори на самом деле справа-то играть не особо сильно умеет и надо бы его оттуда будет убирать ну хотя может быть сейчас что-то у него и получится потому что именно он как раз с мячом подключает Хасыгаву прострел а вот защитники Гифу на такие прострелы реагируют как и должны а рака выходит в штрафную попытка удара это угловой ну точнее как удара я бы скорее сказал что это все-таки прострел был наверное но команда соперника немножечко это самое еще один угловой так с угловыми надо будет что-то порешать на самом деле потому что ну такое вынос подбор не за нами куба фалит все правильно главное чтобы карточку не схватил нет не схватил у него все хорошо ну как хорошо рейтинг то у него не самый хороший средний я так подозреваю замен у нас будет в перерыве довольно много так ягути вбрасывает из-за боковой геналда ооо вот это вот прям подловили так подловили хасагова отлично забивает с прострелой геналду на самом деле копирует практически первый мяч в наши ворота окей хорошо это мне нравится вот то что мне не нравится это вот так хорошо и будь и прервал опасную передачу почему откликнулся на вот это вот и налду а никто там бежал непонятно но и налду восстанавливает статус кого слету с навеса тарамура отлично а нет не восстанавливает тарамура в офсайт забежал еще до этого к сожалению ладно хорошо ситуацию мы по крайней мере начали исправлять на гол на свой наиграли гип уже наиграли только на один пока что то есть счет не по игре по сути дела но когда это кого волновало пойдемте в раздевалку раздадим триндюлей в чем дело учетом пешком по полю ходите и кроме триндюлей раздадим дополнительные твой мам дорогая а нам надо делать 1 2 3 4 4 замены нам надо делать все в общем так первом поле покидает хидаки куба у него совершенно ничего не получается и сюда мы выпустим канай как раз потому что у него правая нога и переставленным крайним защитником ему работать удобней это момент номер раз момент номер два из тех у кого 64 таких три игрока первом поле покинет сайта потому что у него и желтая карточка из физикой не очень ку суме дам выходит вместо него это раз еще у нас и гути и араба каракова несколько нехорошо себя чувствуют но с точки зрения игры и если вместо и гути можно спустить вниз кого я спущу сюда тарамуру потому что сыгала в атаке достаточно хорош и дальше атакующим полузащитником наверное я выпущу миехару активы нападающим на здесь все будет хорошо то вместо арака вы придется рисковать и выпускать на самом деле так ну да симакаву кроме симакава особой некому выйти потому что у него хотя бы нога нужная получается юта море будет не на своей позиции играть до упора да и в принципе все остальные играют до упора просто потому что у нас больше замен не осталось кроме стратегической начинаем второй тайм и надеемся на то что у нас хоть что-то в этом самом втором тайм получится когда фабрисе уже успел 64 оценку получить не по-моему у него было 65 все таки да и даже если было 64 тратить одну замену на вратаря не очень логично тем более что он сейчас потащил из из угла удар со штрафного но расслабляться рано у нас тут еще и угловой подача то ли вы нас то ли что с мячом по-прежнему соперник хасыгава хорош достаточно хорош для того чтобы эпизод был заигран окей так у меня опять ночные котячие игрища понять простите отпустить тем временем семидесятая минута уже подкрадывается толку 0 меня на самом деле сейчас даже ничейный результат не устроит просто потому что тогда наши соперники в борьбе за чемпионство слишком сильно оторвутся тарамура ну должен был сейчас сравнивать ну должен одно дело должен а другое дело сравняет 10 минут у нас есть еще был плюс минус зато какая точка нет точность ударов это у гифу каная а хорошо забросил на юки ваду тот отклеился и отклеился в офсайд но короче минус 2 гола из-за офсайдов да и мы терпим поражение и борьба за чемпионство теперь не только от нас зависит это плохо с другой стороны этого от нас никто не ждал напоминаю в очередной раз потому что мало ли вдруг вы уже возомнили что сануки может в этом году стать чемпионом ребята еще раз и наверное далеко не раз в течение этой карьеры по крайней мере пока мы в этом клубе находимся и этот сезон играем наша задача не опуститься ниже 10 строчки все остальное приятные бонусы не более вот на этом в принципе ну по сути теперь вот они на 21 наиграли ари то все таки к концу матча набил себе xg которая позволяет считать что он заслуженно сделал дубль в наши ворота к сожалению это так ну окей хорошо ничего страшного просто двигаемся дальше а вот и добро пожаловать в команду свободные трансферы все еще открыты и они будут открыты до начала осени по моему в японии и на свободном трансфере мы наконец-то вылоили еще одного интересного игрока в атаку правда я вот не знаю как я буду его фамилию произносить потому что но это прям издевательство вы прекрасно знаете как у меня может быть сложно с подобного рода так сказать с сочетаниями букв но мы попробуем а юб а моему не и чгу я фу зараза зачем его подписал вообще абсолютно двуногий правый атакующий полузащитник в принципе но у него все-таки левая нога чуть более предпочтительная но тем не менее умеет работать обеими может сыграть в центре нападения но как факт достаточно хороший такой и инсайт техничный быстрый правда с пасами с навесами у него немножечко есть проблемы но эти проблемы довольно легко устранимы с учетом того что ему всего 19 лет и это по моему первый представитель как европейского футбола так и в принципе не японии не бразилии не латинской америки поскольку у товарища у нас два гражданства испания и марокко ну то есть больше он скорее марокканец предыдущий клуб эркеншвик какой-то это где вообще это оберлига германия где он в принципе играл чей воспитанник ну-ка давайте посмотрим воспитанник можно сказать ротовой сс и армии то есть ну практически всю карьеру играл в германии в последнем в прошлом сезоне собственного в оберлиге за 34 матча отдал гол голевую средняя оценка 721 него то есть очень даже неплохо и вот такой поворот судьбы у молодого испанца произошел его укатил японию судя по всему будет достаточно таким основным игроком на своей позиции потому что круче него справа в атаке играют только по оценке естественно нашего доблестного ассистента юта море и кёджи куцу на море у нас играет на левом фланге куцу ну мы вообще не трогаем как правило из-за его ноги ну вот как раз у нас есть левоногий правый inside и я думаю что в следующем матче он возможно даже будет готов дебютировать за новую команду а вот и базовый обзор нашего молодого пополнения которое прямо скажем не сильно радует у нас действительно хорошие будут только фланговые защитники несмотря на то что потрясающая группа игроков с потенциалом золотого поколения но хрен там плавал есть только хорошие фланговые защитники и нет ни опорников не десяток не латералей что очень меня не радует очень сильно меня не радует я даже сказал ну посмотрим кто там придет зато целых три нападающих три центральных защитника но ни те ни другие особым качеством не блещут ладно придут поглядим еще одно доброта татаро 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 татара татаро 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 еще одно добро пожаловать в команду 19-летний нигерийский форвард келечи эдисиону тоже достаточно хороший Чуть хуже Иналду, как говорят, опять же, наш ассистент, но смотрю я на его скиллы и понимаю, что если он в чем-то и хуже, то, ну, как бы, фиг бы с ним на самом-то деле. Просто потому, что, ну, вы посмотрите на эти шикарные скиллы в 19 лет для третьего дивизиона японской лиги. Скорость ускорения 11.13, ловкость, техника, дриблинг, все на нужном уровне, завершение атаки есть, даже кое-какая игра головой, несмотря на рост метр семьдесят шесть. Без мяча играть умеет, интуиция есть, импровизация есть, принятие решений, ну, чуть-чуть не хватает, но это дело решаемое с возрастом, ему 19, напомню. Да, очень сильно страдают видения поля с выбором позиции, но это, опять же, научиться этому можно. Но, в общем и целом, это очень хорошее для нас приобретение, особенно с учетом того, что наши форварды, скажем так, бомбардирскими качествами в этом сезоне не сильно блещут. Поэтому дополнительная конкуренция тут явно никому не повредит и даже будет лучше. Опять же, с нихреновым таким потенциалом, то есть парень может расти и развиваться, и дай бог, чтобы из него что-то интересное выросло. Ну вот, наконец-то, со всеми этими трансферами мы хотя бы до матча добрались против команды Осака. И у нас есть определенные, скажем так, вопросы по составу, потому что кого-то тут не ходиться не должно, кто-то что-то как-то это самое. Короче, да, сейчас будем разбираться со всем, с чем можно и нельзя. Во-первых, состав у нас покидает Кисуки Тао снова, потому что с оценки 6.5 он на поле в стартовом составе не выйдет ни за что. Но есть одна проблема, даже две. Обе замены из резерва, Юки Вада и Коски Сайто перебрали желтых карточек, и поэтому на поле выйти не могут. Поэтому мы сделаем ход троянским конем. Хаято Хосегава опускается вниз, а вместо Тао в опорную зону мы выпустим Нисимуру, наверное. Ну, в принципе, да, Нисимура выглядит как нормальный вариант в этом плане. Так, окей, с этим мы разобрались. Поехали дальше. Наша любимая замена Канайи, и вместо него либо Кубо, либо Сераиси. Но Сераиси свою оценку еще не исправил, поэтому Кубо. Дальше. У нас Кьёджи Куцуна опять занял место в составе от нашего ассистента справа в атаке, поэтому его мы отправим куда подальше. И у нас есть выбор. Либо Токахаси выпустить, у которого тоже с оценкой не все гладко, либо дать дебютировать нашему Аюбу. Так будем его называть. И, собственно, я склоняюсь к тому, чтобы дать дебютировать нашему свежему приобретению. Так, и Симакава у нас недоступен на этот матч какого-то черта. При этом, при всем, его посадили на лавку. А можно уже наконец-то сделать вот так. И давайте быстрый выбор без ограничений на неназначенные позиции. Так, а, недоукомплектовано. Некого туда ставить. А, точно, по правилам же у нас должно быть два воспитанника клуба на лавке. Непонятно, почему Кояма тогда не может. Ну, ладно. Пусть будет так в таком случае. В принципе, меняться на поле есть кому с кем. На лавке вроде бы тоже хватает народу, который может подменить тех, кто вышел на поле. Поэтому давайте к матчу переходить потихонечку. А проблема оказалась достаточно тривиальной. У нас оказалось в заявке пятеро легионеров. Хотя можно только четверо. Об этом я узнал только что. Ну, да и хрен бы с ним. С лавки я убрал корейского кипера Ким Минхо. Ну и, соответственно, вот, пожалуйста, дозаполнил нашу скамеечку запасных. 4-3-3 играет Осака. Мы на выезде. Ну, посмотрим, что у нас из этого получится. Пора уже выходить на поле. Да. Сегодня снова в белом. Поскольку Осака играет практически в идентичных нам цветах. Только голубой немножко более блеклый. А синий чуть более темный. Поэтому, если бы мы вышли в нашем домашнем комплекте, было бы не очень классно. Ну, или очень не классно. Зависит от того, как на это посмотреть. Так, 20 минут прошло. Пока безопасных моментов. Пока что и Осака до наших ворот дойти особо не может, несмотря на явный перевес его владения. А мы бьем, бьем, бьем. Только фиг пойми откуда. Средний вес удара 300 хэксджи. Ну, это вообще ни о чем. Вот, наконец-то, хоть что-то интересное сейчас будет происходить. Косыгава отпасовал на Фабрисио под давлением Кусуми. Налево на море. Здесь Кубо. Снова море. Иналду подключился. Перевод на Аюба. Аюб скидка хорошая на Кусуми. И, пожалуйста, гол забит. А наш новичок отмечается первым результативным действием в первом же матче за команду. Не может не радовать. Хорошо сделал скидку. Правда, в борьбу. Но Кусуми мяч и получил, и обработал, и хладнокровно развел Хаттори и мяч по углам. 1-0. Пока что меня радует появление нашего испанско-марокканского новичка, который снова с мячом. Назад нанеси Муру. Иналду. Иналду мяч теряет. 2 Куба на поле. Наш Кубо отнял мяч у чужого Кубо. Только проблема в другом. Проблема в том, что Фабрисио решил из себя Мануэля Нойера изобразить. Поэтому у нас сейчас угловой. Вроде бы удар-то был не особо сильный. Можно было попытаться его и в руки взять. Вынос мяча. И Аюб чуть-чуть не дотянулся. Он единственный на контратаке стоял. По идее, мог бы убежать. Но... Мог бы и убежал. Это две большие разницы. Которые достаточно быстро завершают первый тайм. Событий мало. И радует то, что одно из самых главных это наш гол. Состоявшийся не в последнюю очередь благодаря дебютанту команды. И пойдемте в раздевалку. Поглядим, что у нас тут происходит. Во-первых, подзамотивируем наших товарищей. Потому что все-таки пока что 1-0. И посмотрим, кто как выступает. В целом, довольно можно быть всеми. И по физике никто не проседает. Поэтому движемся дальше. Быстрый и спокойный матч. Мне вот это вот нравится. Конечно, хотелось бы какого-то зрелища. Разгрома и так далее. Но с другой стороны... Нервные клетки не восстанавливаются. Ягуте. Ой, хорошо разыграли штрафной. Как и море максимально бездарно запустил мяч куда подальше. 60-я минута. Так же пока без замен обойдемся. В целом, все меня устраивает. А вот к 75-й скорее всего какие-то изменения понадобятся. Потому что Муруяма начинает не очень хорошо играть. Кусуми отпрессинговал. Но мяч все равно у соперника. И Муруяма плохо играет. И Юта Мори. Ой, ой, Хосыгава очень опасно в подкат пошел. До мяча не добрался. И нам все равно забили. 1-1. Но если бы Хосыгава там еще и промахнулся и попал в ноги Густаво Сантосу, который счет сравнял, было бы, наверное, не очень хорошо. Было бы, я бы прямо скажу, очень нехорошо. А вот Аюб с мячом подключает Иналду, Тарамура, Ягути, Хосыгава, Нисимура. Через правый фланг атака строится. Муруяма пытается хоть что-то сотворить. И Аюб сейчас чуть было не стал максимально прям героем матча. Потому что попал он, по-моему, куда-то в каркас ворот. Очень хорошим ударом. Так, ну давайте, давайте попробуем отпрессинговать. Муруяма, хороший отбор. Аюб с мячом назад на Хосыгаву. Внимательно, аккуратно разыграть. Ягути с мячом. Чуть левее на Тарамуру. Снова Ягути. Нисимура овладевает мячом. Аюб быстро подключает Маруяму. Так, еще одна попытка. Нисимура, Аюб, навес. Море добежит, добежал. Чуть назад, Кусуми, ножи. Ну, ну, ну. Нисимура пробил в никуда. Так, ну атаки уже начинают завязываться. Это хорошо. Плохо то, что нам сейчас уже замены так-то нужны. Атакующий ритм бы себе не сбить. Что будем делать, господа хорошие? А у нас так-то делать-то особо нечего. Нам две замены нужно провести. Если вместо Юта Мори я еще найду, кого выпустить. Тут есть и Токахаси и Канаи. Но у Токахаси нога другая, поэтому Канаи выйдет. То вот, кого выпустить вместо наевшегося Нисимура, у меня вопрос. Потому что центра... А, о! Вот пусть Тау отрабатывает свою, так сказать, плохую оценку. Вместо Нисимуры мы отправим вперед Хосегаву, у которого оценка хуже всего из всей тройки. Неплохая, но можно играть и лучше. И теперь в центр обороны выйдет Тау. Да. Вот так мы с вами поступим. Две нужные нам замены. И я надеюсь, что за оставшиеся 15 минут мы все-таки доберемся до чужих ворот так, чтобы в них забить гол. Я на это очень сильно надеюсь. Правда, минут остается все меньше и меньше. Опасных моментов с тех пор так и не появлялось, что радовать не может. Три минуты добавляет судья компенсированного времени. И все без толку. При том, что на два гола-то мы наиграли. И как раз голы должны были забивать те люди, которые в итоге поле покинули. Нисимура и Море. Потому что именно они набрали нужное количество ХГ. У Осаке только один человек добрался хотя бы до одного гола. Поэтому можно сказать, что мы здесь два очка потеряли. Да, можно сказать, что мы здесь два очка потеряли. Поэтому что? Ну, в любом случае, трансфером Аюба я очень даже доволен. Он сегодня отлично отыграл. Это очень хороший момент. Надо будет посмотреть на всех остальных. Так, ну и, собственно, что? Двигаться дальше. Вот и первая пенсия в нашем, так сказать, в нашей карьере. На пенсию уходит Такаси Канае. Один из наших игроков. Наш правый и левый защитник. Да и, в принципе, серьезный универсал, который даже в центре нападения сыграть может. На самом деле, с одной стороны, жалко. Игрок-то он достаточно хороший. И, может быть, еще пригодился. Но, в целом, он сейчас играет даже больше, чем с ним и говорено. Поскольку он, по идее, игрок запаса, выходит как игрок старта. Но ему уже 34 года. Скорости и ускорения нет. Выносливость кончилась. Берет в основном менталкой. Ну и немножко техникой. В целом, добротный игрок достаточно. Но пришло время, кажется, нашему герою отправляться на покой. С чем мы его, с одной стороны, поздравляем, а с другой, ну, жалко, конечно. Он был в этом сезоне более-менее хорош. И так, ну что ж, момент истины наступает на самом-то деле, перед которым нужна парочка новостей. Опять же. Во-первых, я тот человек, который опять все забыл нахрен. И хоть сейчас вам скажу, потому что вот за кадром съемок конкретно этой серии я все-таки умудрился у нашего руководства выпросить тренерские курсы, учусь на национальную лицензию B. И как только она у нас завершится, это самое обучение, я вам покажу, собственно, свежие скиллы. Я надеюсь, что там будут уже хоть один зелененький или хотя бы все белые там. Ну, поглядим, что из этого получится. Момент номер два. Пока мы тут разбазаривали очки в чемпионате, нас уже потихонечку сзади подсиживает клуб Рюкио, который в матче этого тура в своем одержал победу и вышел на вторую строчку, отодвинув нас, соответственно, на третью в зону плей-офф. И мне это не нравится. Мне это капитально не нравится, особенно в преддверии матча с Китакюсио, которые занимают первую строчку и до которых нам нужно дотягиваться. До которых нам нужно дотягиваться, от которых нужно ждать осечек дополнительных для того, чтобы выхватить все-таки первое место, на котором мы в этом сезоне были. И хотелось бы его на самом деле себе вернуть. Вот такая вот вступительная часть, назовем это так. К нашему матчу. А что касается состава. По оценкам все на своих местах, кто должен быть, а вот не только по оценкам, назовем это так, нужно разбираться. Во-первых, наша стандартная замена пенсионер Канае отправляется на лавку, вместо него Хида Аки Куба выйдет. Дальше вместо Куцуны у нас, ну опять же по стандарту, я думаю, ну как, по новоутвержденному стандарту это будет Аюб. И проверим наших иноагентов, назовем это так. Так, нас 5 человек в заявке, избавимся мы, как всегда, от Ким Мин Хо и добавим кого-нибудь, кто нам пригодится. О, Райхей Куракава, тоже вратарь. Зачем нам дополнительный вратарь, не понимаю. Что ж, пора выходить на битву с лидерами турнирной таблицы. Мне, кстати, пришлось вернуть все-таки Куцуну на место, потому что при нажатии практически кнопки перейти к матчу, я заметил, что Аюба дикая просадка по физическому состоянию, не восстановился парень. А Токахаси, который может на этой позиции тоже сыграть, ну, у него проблема с оценкой 6.52. Я его с такой оценкой на поле не выпущу. Хоть бы он был Криштиану Роналду и Лионель Месси одновременно. Поэтому справляемся тем, что есть. 4-2-3-1 играют соперники. Попробуем сдержать лидеров. И выходим на поле. Играем дома, при своих трибунах. Ну, как, трибунах это громко сказано, потому что все-таки у нас немножечко не заполняется наш стадион, так как хотелось бы. Поэтому при своих зрителях окей. И Игуте тут же сносит... Не прошло и 10 минут. В наши ворота назначают пенальти, потому что Игуте сносит кого-то из соперников. Штрафной. Раз. И Фабрисио вроде как угадал, но... Вроде как не работает. Тут надо дотягиваться и брать. А вот дотянуться у Фабрисио не получилось. 1-0. Китакюсио выходят вперед. Давайте забейте нам второй сразу подряд. Перейдем на другую схему. И, может быть, тогда что-нибудь получится. Такс. Китакюсио уверенно разыгрывает мяч, но Муруяма быстро перехватил. Морин и Иналду. Ну-ка! Хорош. Сравнял. Такой же восьмой гол в сезоне, как и у товарища, который нам пенальти забивал. 1-1. 12-ая минута. Быстренько мы статус-кво восстановили. В этом матче. А теперь давайте попробуем, может быть, вперед выйти, оказать дополнительное давление на соперника. Все же дома играем. Но, как мне видится, это все-таки нужно. Так. Ну, пока что аут возле нашей штрафной вообще. Причем чужой. Откатили мяч к центру обороны соперника, но не особо надолго. Да и отобрать у нас не получается. Ой-ой-ой. А вот здесь... Нет, здесь Ягути уже без нарушения правил. Справился. Молодец. Смог таки у соперника мяч забрать. Так. А здесь у нас что? А здесь сейчас будет... А, нет. Или не будет. Пытаются раскачать нашу оборону, но в итоге момент заигран. Угловой опасности не принес. Хорошо. Так. Живем. Потихонечку. И вроде бы пока опасных моментов не намечается. Ладно. Ладно. Кстати сказать, играем в плюс 30 с лишним градусов. И какая-то прям даже не Япония, а тропики. Южноамериканские. Уж кто-кто о Фабрисио должен чувствовать себя в идеальной форме. Ладно. Кусуми с мячом. Заброс вперед. Куцуна не может убежать. Защитник спокойно мяч забирает. Так. А здесь перехват уже наш. Кусуми снова с мячом. На него давление оказывают серьезное. Кстати говоря, Тарамуру так сильно не прессингуют. И он этим пользуется. Выдает передачу на Иналду, который чуть было дубль не совершил. Опять в штангу попал. Куцуна? Зачем? Ну зачем? Штрафной же находится. Находилось, по-моему, партнера три, как минимум, на которых можно было бы передачу сделать. Но нет. Надо обязательно попытаться. Так. Ну и что я вам скажу? Если не брать в расчет пенальти, то Китакюшу все равно должны быть впереди. У них нападающий наиграл. На гол у нас пока никто на гол не наиграл. Ну, собственно, да. Здесь мы скорее одну очку забираем себе в данной ситуации. но хотелось бы все-таки обыграть соперника, чтобы приблизиться к к ним в турнирной таблице и навязать все-таки ту самую борьбу за чемпионство. Смотрим, что у нас как. Никто, кстати, не проваливается, по сути дела, поэтому продолжаем. продолжаем играть и держим руку на пульсе того, чтобы своевременно делать замены. Так, что у нас, что у нас тут? 60-я минута. О! А вот и время для первой замены. Подоспела. Куцуна все-таки поле покинет. вместо него я выпущу... Какого мне выпустить? Вада тоже правша. Все правши на самом деле я бы, может быть, даже так. я бы, может быть, даже что? Давайте Юта море отправим направо. А вместо Куцуны выйдет... Вместо Куцуны я выпущу Канай. вот так мы это сделаем. Да. Не знаю, зачем я море сдвигаю направо, но... но есть у меня ощущение, что я поступил правильно. Надеюсь, что это ощущение меня не подводит. иначе... С другой стороны, Канай на позиции инсайда хорош как минимум тем, что он может вступить в прессинг и отобрать мяч на чужой половине поля, потому что он все-таки изначально защитник. Так, и у нас опасный момент начинающийся с аута на нашей половине поля, причем с чужого. Вада ошибся в отборе. Второй пенальти, что ли? Вы издеваетесь. Хосыгава снес теперь в этот раз соперника. Ну... Опа! Фабрисию отбивает. Фабрисию держит нас в игре. Хорош. Так, сейчас бы еще золотое футбольное правило не забиваешь ты, забивают тебе применить. Отобрать мяч, убежать в контратаку, наказать соперника, выйти вперед, но не получится. Эпизод заигран. Нам нужно сделать три замены на пятерых. Так, ну что ж, первом поле покинет Муруяма. Вместо него... А вот теперь надо экспериментировать по полной, потому что Канай я отправляю на лавку. Юта Мори вернется на свою позицию. Так, а вместо Муруяма на правом фланге атаки у нас появится кто? Муруяма. хотя нет, Море пусть остается справа, я выпущу Масаси Ваду. Это первая замена. Дальше Кусуми и Кубо надо поменять. Вместо Кусуми у нас есть Нисимура. Вместо Кубо придется выпускать кого? Вместо Кубо придется выпускать Исуки Тау. Может быть и не лучшая замена, конечно, но что поделать. И, как всегда, одна дежурная остается. И вот здесь будем молиться на то, чтобы наши свежие игроки сыграли позитивную роль. Зараза! Штрафной довольно опасный. Выше ворот. Хорошо. Фабрисио, правда, не дернулся вообще за мячом. Это плохо. Может быть, он, конечно, ситуацию контролировал, но что-то мне подсказывает, что он просто забил болт на существование мяча на поле. Три минуты компенсированного времени которые заканчиваются ничем по факту. Ну, что я могу сказать? Без пенальти счет, в принципе, по делу. Без пенальти счет по делу 1-1, но как бы победа все-таки нам была бы здесь очень даже сильно нужна. Потому что слишком много осечек, наверное, Китакюсио во второй половине сезона не допустит. Ну, посмотрим. В конце концов, мы тоже наошибались. Почему не может ошибиться соперник? трансферное А вот и открылось трансферное окно, и у нас три дополнительных приобретения. И все опять не японцы, так что наша заявка будет трещать по швам. Отвечаю. Лук Сандрадо 24-летний центральный защитник. Первое наше подписание. В целом достаточно неплохой центральный защитник. Ну, так, плюс-минус. Но, правда, больше, наверное, он будет использоваться как крайне центральный, потому что ни роста ему не хватает, ни игры головой, но, в целом, для этого уровня более-менее добротный. Плюс ко всему он нам достался бесплатно, загнать его можно за какие-то деньги, в случае чего. Это момент первый. Второй момент. Руан 22-летний полузащитник, атакующий левый, по идее, но, поскольку у него левая же нога, естественно, что его мы отправим тренироваться справа, и, в целом, он довольно хорош. Скорость с ускорением есть, техника на месте, вся необходимая, умеет играть без мяча, у него есть еще импровизация и интуиция, так что, в целом, вполне себе нормальный игрок. Навеса и паса, конечно, немножко не хватает, но, в общем-то, вполне себе нормалек. Естественно, ну, правда, с другой стороны, меня не очень радует его страх ключевых матчей и нестабильность, но посмотрим, как он себя проявит, опять же, в случае чего, он бесплатный, а продать его можно за внушительные деньги, так там, довольно-таки. И последний товарищ Лукас Сильва, левый атакующий, вот этот действительно левый, потому что у него правая нога. Тоже достаточно хороший наборчик. Быстрый, техничный, ну, правда, менталка у него уже чуть-чуть похуже, чем у предыдущего товарища, но зато хотя бы ключевых матчей он не боится. Это уже хорошо. Добро пожаловать в команду всем троим, а мы с вами сейчас будем подводить итоги по составу, потому что открылось трансферное окно.